Еще одна история. Когда мне было 6 лет, у нас был свой домик в деревне. В первое же лето я довольно быстро завел себе кучу друзей. Особенно я сдружился с одной девочкой моего возраста. Постараюсь выложить суть побыстрее. В общем, одной из наших любимых забав была игра в прятки. Поскольку играли мы чуть ли не каждый день, то я знал, что ее самое любимое убежище – угол за моей печкой. И стандартно раз в два окона она там пряталась. И вот мы снова играем. Я вожу, начинаю искать. Хотя пока считал, явно слышал характерную возню за печкой. Поискал по шкафам и по кроватям для приличия. И двинулся за печей, но ее там не оказалось. Меня это немножечко смутило, ведь я слышал, что она снова туда пряталась. Обшарив весь дом, я даже вышел на улицу и решил опускать сарай. И отчаявшись ее найти, начал кричать, что я сдаюсь. Прокричал так минут двадцать, не меньше. Но она так и не появилась. Тогда я просто занялся своими делами, думая, что рано или поздно она сама выйдет из укрытия. Но прошло больше часа, а ее не было. Мои родители начали интересоваться, куда подевалась моя подруга. На что я ответил, что она пошла домой. Вечером того же дня к нам зашла ее бабушка и стала спрашивать о внучке. Я неуверенно заявил, что она отправилась домой. До позднего вечера мы всей семьей помогали ее искать, так как выяснилось, что с самого утра она не показывалась дома. Ближе к полуночи заплаканная бабушка отправилась домой. А меня еще полчаса допрашивали родители, но ответить-то мне было нечего. На следующее утро мои родители отправились на новые поиски девчушки, в то время как я остался дома. И тут не прошло и часа, как кто-то подкрался ко мне со спины и резко схватил меня за плечи. Я вздрогнул и заорал. Обернувшись, я увидел свою подружку. «Теперь я вожу, как ни в чем не бывало», — сказала она. Когда я ей рассказал о том, что ее уже почти сутки ищет моя и ее родня, она просто посмеялась и не поверила мне. По ее словам, она стояла за печкой минут 15, как всегда. Когда ей надоело, то вышла и пошла ко мне. Дома ее отчитали, хотя она сама совершенно не понимала, за что ее ругают, «А мне предстояли дополнительные допросы». На ту дачу я ездил еще раза четыре. И каждый раз мы с ней обсуждали ту историю и так и не нашли объяснение случившемуся. Такие дела. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok